Передача, передача за новое согласие обществе у нас в гостях в этот раз Эдвин Спути. Эдвин Спути сегодня был свидетелем и сам участвовал в бойкоте Министерства финансов на улице Смилши. Там участвовали и Таутас Варес Фронт, и другие активисты. Вот, и было много людей достаточно, за 30-40 людей активно протестовали против повышения цен на топливо и другие вопросы. Вот у нас как раз в студии Валентин Еремеев пару дней назад призывал в этом бойкоте участвовать, но как кто отозвался, это уже другой вопрос. Ну может быть, как-то это все-таки пойдет более активно, со временем люди станут активничать и поймут, что все-таки участие как раз и есть то, чем вы можете что-то сделать. Чем вы вообще можете не то что-то делать, но показать, что в Латвии есть гражданское общество, не просто какая-то масса, которая только смотрит телевизор и голосует, как им скажут по телевизору. Вот, Эдвин Путин может и рассказать, может побольше всего не было, и потом представить своих гостей. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы уточнить. Эдвин Валфредович Путин. Это не случайно по правилам, потому что у нас гость, очень интересный и знающий тематику, о которой будем говорить. Инта Артура Мейта Дижа. Добрый вечер. Добрый вечер. Будем говорить о том, что скрывают наши милые правящие и юристы, их обслуживающие, от народа. Для того, чтобы мочь нас стричь и управлять тем, что по праву рождения, по идее, принадлежит нам, людям, человекам, живорожденным, суверенам. Инта, расскажи, в чем разница, где собака порылась? Ну так, начнем, значит, так. Что такое суверенитет? Значит, если мы, кто читал, значит, сатверстные. Вот там вторая статья. Говорится, что в латвийском государстве суверенная власть принадлежит латвийскому народу. То есть что такое суверенная власть? То есть по терминологии, юридической терминологии, значит, суверенитет – это высший ранг власти. То есть конституционально. Конституционно. И политический – это, значит, самый высший ранг власти. В международном праве есть три основные правовые субъекты. Это человек. Высший человек – нету никого. Это он сам все определяет. Все принадлежит человеку. Все права и все свободы принадлежат человеку. Вторая группа – это государство. То есть человеки создают, организуют государство для защиты и представления своих прав и интересов. Третья группа – это межконтинентальные корпорации. Ну, таких, как мы знаем, значит, есть Монсанта и так и другие. Поэтому, значит, смотрите, значит, самый высший ранг власти, суверенитет принадлежит латвийскому народу. И только тогда, дальше идет вторая часть уже с отверстами – Саим. А Саим уже говорит, что там, значит, представители народа. Вопрос. Какой народ? Где эти полномочия? Кто выбрал? Вот этот нам не говорил. Нам говорят, что, значит, эти выборы так называемые. Нет уж. Смотри, Латвийская Республика – это не государство. Есть такой закон о правлении государственного строя. Там, как говорится, что Латвийская Республика – это первоначальная публичная персона, с правами публичной персоны – это юридические персоны. А мы, как знаем, с юридическими персонами, то есть с фирмами, надо заключать договор. И дальше есть, там, статья 87-я – это на какой основе, значит, публичная персона заключает договор, то есть приват, вот если… Частная. В частном, значит, да. Значит, и на основе гражданского закона. Что-то не помню, что я подписывал что-либо. Вот именно. Если не подписал договор, и надо знать, что такое публичное право. Публичное право – это, значит, договор надо заключать. Латвийская Республика просто – это нам не навязанное, то есть мы сейчас пользуемся ею, понимаешь? Мы пользуемся публичной персоной. Ну, так как ты пользуемся… Какая разница между человеком и персоной? Значит, человек – это тот, который рождается живой. Человек по международному… То есть по всеобщей декларации прав человека, значит, определяется… Он наделён разумом и совестью, да. По международному медицинскому там ещё идёт определение биологическое. Значит, у него есть кровообращение, значит, стерцебиение, значит, и так далее, и так далее, значит. И как ещё различается по мужскому и как по женскому полу. Это всё определение, что такое человек. А персона – это просто человек или организация, созданная искусственным путём и существует как выдуманное одно целое. То есть виртуальное что-то? Виртуальное, да. И здесь даже определение юридической вот этой книги, да, что такое юридическая фикция. Это просто, чтобы показать эту фикцию, как будто она существует, но её нет. Юридическая фикция, ну, я даже её не переведу, потому что, ну, мне трудно будет перевести на русский язык, да. Но, понимаете, это юридическая фикция, то есть её нету, понимаешь. Вот, а человек рождается. И теперь, смотри, все забывали… А какая юридическая разница? Юридически такая разница. Вся земля, все ресурсы, вода, ну, всё, на чём что-то строится, всё используется во благо человека, да, это принадлежит человеку априори. То есть по естественному праву, которые самые высшие права в мире. Нету высших прав, как естественное право. Нет. Это… Что определяет то, что ты сказал? Вот, а персона, значит, персона, то есть фикции. Ну, что может принадлежить, что-то виртуальное, которое не существует, которое ты не видишь, ты не можешь попробовать. А когда человек себя самоидентифицирует персоной, то есть фикцией, не существует, да, он государству, когда в обмен, государство тебе даёт так называемый паспорт, то есть… Пропуск в порт. Пропуск в порт, да, или просто, значит, машиночитаемый, это проездной документ, да, тебе даёт этот, так называемый документ, а ты отдаёшь все свои человеческие ресурсы, чтобы это государство, вот эта организация, публичная персона просто пользовалась твоим ресурсом. И при том ещё с тебя сдирала налоги. То есть в этот момент я становлюсь из человека… Просто человеко-ресурсом. И передаю, по идее, то, что мне… Всё, что тебе принадлежит, ты просто отдаёшь, и всё, и ты становишься нулём, то есть рабом. То есть разводка по полной программе? По полной программе. А что тогда значит паспорт вообще? Паспорт – это вообще-то свидетельство, это квитанция, свидетельство тому, что ты в свои ресурсы все инвестировал в эту публичную персону. Её нельзя уничтожать, даже если мы сейчас уверены, мы просто не уничтожаем, сохраняем, потому что по всем декларациям ООН у нас есть право пользоваться. Значит, мы имеем право на свою автономию, да, и держать свои институции, делать свои документы, да, и всё сами принять. И можем даже участвовать в управлении государства, если мы этого хотим. А что делать? Как вернуть статус обратно? Просто, значит… Я не согласен с этим. Не согласен. Надо понимать, в каком моменте ты стал персоной. В какой момент тебя начали, значит, тебя ограбили, то есть, да. При рождении, значит, родители делали заявку, чтобы получить на тебя свидетельство о рождении. Да, свидетельство о рождении. Вот это и есть траст. Матери не сказали, что это свидетельство о рождении. Что такое свидетельство? Свидетельство, ну, свидетель. Это который существовал при родах. А это не так. Это не это учреждение, которое создало этот документ, стояло при родах. Это другие люди, и не в тот момент. И не в тот момент. Это просто, значит, только документ. Это вот и есть гражданин, который создали. То есть, это с Дебинармс. То есть, общецограниченная ответственность. Да, вот это и есть, вот, когда вот было в советское время, вот это был гражданин. Создали гражданина. Используй твое имя. Значит, это был первый раз, когда было ущемлено твои права, как живой человек. Потому что тебе принадлежит все. А мать сама-то не знала, ее никто не уведомил, никто не рассказал, что такое, значит, почему, что это значит. Нам говорили, что это свидетельство о рождении. А это, по факту, траст, который мать заключила с государством. Она, значит, ребенка, значит, ущемела, значит, отобрала все его права, отдала государству, и государству дал дарство. А что, значит, этот траст? А что надо было делать? А что, а никто еще не сказал, что скрывать с этим трастом. Обязанности и все права, что с этим траст оказывается, это на каждого живорожденного ребенка. Это после 30-х годов, когда было в мире, значит, все государства были в банкруте. Государство заложили людей, человеков, чтобы получить... Ломбард. Да, можно сказать, ломбард. Чтобы получить средства дальше существовать, да, Федеральный резервный банк. А вот куда заложил? С Федеральный резервный банк. А, ФРС. ФРС, да, заложили человеков. За это государство получили средства. Но сколько на каждого ребенка был создан свой счет? И в Советском Союзе, если я правильно скажу... Значит, на меня тоже такой счет. На каждого. Нету человека, на кого нет. Отличненько. Все есть. Только, смотри, в Советском Союзе на каждого ребенка был открыт счет. Где-то 18 миллиардов 680 с чем-то. Ну, если правильная цифра. Но 18 миллиардов рублей. Это государство, значит, получило эти деньги, эмиссию, да. И взамен она, значит, отдавала обещание, что она будет заботиться об этом ребенке. Значит, должно было все, абсолютно все оплатиться с этого счета. Ты просто живешь, учишься, и все... А с нас еще брали все равно какие-то деньги за проезд. А это все в нашем счету. Все было предусмотрено. Предусмотрено. Понимаешь? Угу. Я не понял. До сих пор все понятно. И медицинское обслуживание. Свадьбы, там, похороны, болезни, экскурсии, отдых. Какие-то санатории. Все должно было бы оплачиваться с этих наших счетов. Когда разваливались Советский Союз, да, те, которые сейчас, ну, так, скажем так, внезапно, очень быстро стали миллионерами, миллиардерами, да, значит, они получили доступ к этим нашим счетам. Каким образом? Ну, извини, это я не могу, это надо спрашивать у теневой правительства, который управляет миром. Я не настолько в это вникала. Я просто сейчас... Я на эту тему еще столько не рылась. Есть коллеги, которые об этом знают. Значит, смотри, когда разваливали Советский Союз, развали-вали... Ну, да, изнутри. Да, изнутри. Это было специально организовано. Потому что практически капитализм и социализм – это одно и то же, только, ну, как говорится, раки в разных кулечках. Рабство с одной стороны и рабство с другой стороны. Потому что что значит государство, по сути, если так, как они были у нас, и капитализм, и социализм – это лишение человека инициативы самому управлять своей жизнью. Понимаешь? Все эти учреждения, вот эти комитеты, там, конторы, вот, так, ну, налоговые – это адвокаты, юристы, полиция, значит, всякие там комитеты или что-то. Это все лишает человека самому управлять. Понимаешь? Я понимаю, мне лишили, а ты уже сразу после рождения. Сразу, 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 только ты родился, все. Ну, я знаю, что ты кое-что сделала, шаги юридические, и вместе с соратниками организовала шаги, чтобы вернуть статус и показать другим, как стать опять суверенным. Ну, да, это мы просто, значит, свои деньги, конечно, мы не увидим, потому что те, которые сидят на наших денежных мешках, они не дадут, да, но свободу, значит, другие, смотри, в Европе, в Америке, они пишут, делают афидовид. Это клятвенное заявление, что я живой человек. Есть это по римскому праву, там есть три пункта, по каким считается, когда человек умертвел с рождения, да, но я сейчас не буду об этом, это другая тема, длиннее еще. Мы сейчас просто объявляем себя, используя, значит, то, что нам дано, которое право нам предоставлять, все международные, значит, документы по правам человека, и самая высшая из всех организаций, это организации объединенных наций, ООН, то есть, да, есть, и, скажем, вот эта уникальная декларация, которая на латышском языке, официально не опубликована, но она также считается принятой, да, ну, потому что ООН, это организация, и в нее вступают по договору, то есть, если Латвия вступила, и по рекомендации генеральной ассамблеи, которая участница СССР, то есть, получается, СССР рекомендовала ООН Латвийскую республику. Каламбур, получается. Каламбур. Вот, и по этим декларациям, значит, которые нам дают все полные права, полностью самоопределиться и самоидентифицироваться. И, значит, в 18-м году, 11-го ноября, то есть, 2018, 11-11, да, группа активистов, значит, создали государство, суверенный мир. Мир – это вся планета наша. И что… Звучит хорошо. Да. И то, что суверен – это высшая власть, нет высшей нашей… Это суверенность – нету высшей, понимаешь? И суверенный мир – это и есть и высшая, значит, наша… Сам понимаешь, да? Взять все свои в руки обратно то, что нам принадлежит, по праву, по праву рождения. А необходимо ли бы, чтобы это кто-то признал? А что такое признание? Признание – это способность заключать договор, всего лишь. Это не значит, что кто-то… А то, что кто-то там признает или не признает, от этого же ты не перестанешь существовать. Ну да, логично. Мы создали вот территориальное сообщество, да? А то, что если кто-то не признает, а то, что наш договор перестанет существовать? Ну да, известно, что есть несколько государств, которые не признали, но они… Но они существуют. Все. Согласен. Вот. И таким образом, значит, был создан государство «Суверенный мир». А чтобы более понятно, где суверенный… Ну, мы же не можем, значит, и Латвии говорить на латвийском языке, Белоруссии и белорусском, значит, по разным регионам есть свои правила, свои традиции. Вот поэтому, значит, пришли к решению, чтобы сделать территориальное сообщество. Региональное. Да, региональное. Как кто-то придумает. Ну, мы назвали территориальное сообщество «Суверенная Латвия». Хотя в нашем сообществе есть человека, которые живут в Великобритании, в Голландии, в Германии, в Нидерландах, да, и в Латвии. И в Беларусь, из Беларуси. Ну, а как-то на территории Латвии… А те, которые просто отсюда уехали, да, но смотри, если по терминологии, житель, что такое житель? Я говорю, четыре группы. Житель – это все физические лица, коренные жители, граждане и постоянные жители в государстве. Там это патриды, бипатриды и так далее. Это четыре греха. А у нас вроде в один мешок все. Да, и вот смотри, тот момент, когда в 90-х годах, когда мы заполняли анкету, да, когда надо было заполнять анкету, а ты имеешь бы право быть гражданином Латвийской Республики. А там наверху написано «Латвийская Республика Эксперсонность». То есть анкета уже создана с таким названием. Наверху правом углу написано «Приложение номер один», да, а там ты просто от руки пишешь, ну, где тебе там родители живут и все это самое. И слушай, и на этом основе они присвоили тебе гражданство и сделали персоной. А декларации прав человека, всеобщая права, 48-го года, там глава 16-го, я говорю, каждый имеет право быть признанным, несмотря где находится, иметь право быть признанным персоной, то есть лицом перед законом. То есть иметь право, да. Это иметь право, но это право в любом случае, это право твое. Да, я могу пользоваться и не пользоваться. Да, ты можешь использовать это право и можешь не использовать это право. А тут нам, нам не спрашивали, понимаешь, нас лишили права выбора и просто автоматически нам присвоили гражданство, как будто, да, потому что гражданство автоматически не присваивается. Ну, я не помню, чтобы я отказывался от предыдущего, то есть Советского Союза, и чтобы я просил принять другой. И присягу я тоже не помню, что я кому-либо давал. Мы писали, значит, Пэта по-латвийски, значит, заявление писала, значит, на каком основании, значит, не появился гражданство Латвийской Республики, да, откуда, да. По словам, да, да. Да, и, значит, писали, не, есть ли в вашем распоряжении, я уже, и тут очень важна формулировка, не документ, а в свободной форме написанная бумага. Потому что документ, это и это документ. Любой носитель, видеокассета, флешка, видеокамера, телефон, бумага, дерево, кирпич или денежный какой-то, это документ по юридической терминологии. Поэтому, смотри, когда мы были даже по МВП, я говорю, я не буду вашу анкету заполнять. Ну, тогда пишите в свободной форме, они сами подсказывают. Поэтому, есть ли в вашем распоряжении в свободной форме, мною, лично написанной по собственной воле, без обмана и без принуждения, мое волеизъявление о том, что мне присвоили гражданство Латвийской Республики. Есть ли еще документ такой подтверждающий, именно так же в свободной форме написанная, отказ от гражданства СССР, да, и кто мне это гражданство лишит. Но, имейте веру, что гражданство имеет право лишить или отнять, или как-нибудь что-нибудь делать, только то государство, которое это гражданство дало. Аналогично, да. Понимаете? По-моему, по закону СССР двойного гражданства не предвиделось. То есть, я де-факто не мог принять еще, даже если... Но, смотри, здесь Латвийская Республика, независимо, сказано, значит, да, значит, на основе, основуясь на госпереворот, там написано, то, что был госпереворот СССР и всеобщая латвийская, значит, опрос. Опрос, опрос. Это даже не реферев sano, это было? Да, даже не реферев sano. И главное, это написано. А это, только просто это уже такое показатель, вот, где тут демократия. Потому что демократия предусматривает выборы какой-то. А тут только опрос, кто, сколько, кто такие. И где вы можете показать, кто это выбрал, кто это хотел. Понимаешь? А госпереворот СССР, интересно, значит, получается. А в составе СССР также, значит, мы знаем, 16 республик, в том числе и Латвии. То есть, таким образом, они признают, что в 90-м году был госпереворот, тоже в Латвии. А путем госпереворота, значит, был и захват власти. Логично. Теперь я начинаю понимать, почему в суде говорят «представьтесь». И когда я представляюсь, то есть я представляюсь персоной де-факто. Так, смотри, человек, человека видит, самому бумаги не нужны, документы не нужны. Так же, как вороне, там, собаки, документы не нужны. Мы видим, мы слышим, мы чувствуем, да, человек живой, он общается с человеком напрямую. С голосом, глазами, да. А фикции, они же не существуют. Им вот эти, и нужны вот эти документы, персоны. Это и есть персоны. Потому что в паспорте написано, что ты только держатель. Да, смешно, но факт. Да, понимаешь, ты просто, вот ты только таскаешь, вот носишь эту персону. То есть под паспортом. Вместо нее ты кушаешь, вместо нее ты вводишь транспортное средство, вместо нее ты оформляешь все покупки, а все принадлежит персоне. Ты только... То есть у меня ничего нет? То есть там все, что оформлено на паспорт, тебе самому ничего не принадлежит. Классненько. Поэтому мы, как территориальное сообщество, то есть территориальное, значит, сообщество суверенного мира, суверенный, мы самоиспользовали право на самоидентификацию и на самоопределение. Как это сделать? Я тоже хочу. Просто элементарно делаешь публичную оперу, я такой, такой, значит, осознаю, что мне было, значит, мои, когда при рождении были ущемлены мои права человека первый раз, да, сделали гражданином. Сейчас, значит, используя мое незнание, неведание, мне не информируя, не ознакомливаясь со всеми правами и обязанностями, чтобы таскать эту персону, да, тебя сделали просто исполнительным директором этой фирмы. Персона – это фирма, юридическая персона, потому что нет еще регистров даже физических персон. То есть сделали тебе директором фирмы без оплаты, без отпускных, без выходных и без, значит, обязанностей, значит, когда ты можешь использовать. Ну вот, и просто... А где, где, как, куда мне на рынок выйти и кричать? Нет, публично, публично, как же, смотри, публичное право – это публично опубликовать в соцсетях, в телевидении, можешь по радио заявить. Я такой, значит, сегодня, значит, самодекларацию говорю, такой, такой, самопределяюсь и самоидентифицируюсь. Мне даже сейчас нету, подожди, мне было? Сейчас, я думаю, минуточку. Да-да-да. Интересно, бабки пляжут. Мне казалось, мне что-то принадлежит, оказывается. Нет, тебе ничего. Персона, все, что... Потому что персона, то есть это паспорт, это договор, односторонний договор, да, это односторонний договор. Он принадлежит к публичной персоне Латвии с Рыбкой. Прочти. А все, что оформлено на этот паспорт, это все принадлежит к публичной персоне Латвии с Рыбкой. А за то, что ты просто, значит, смотри, ты как будто отдал все, что тебе есть, все, что тебе принадлежит. Имущество и права. Тебе дали право на имущество, право на вождение транспортного средства, право на то и право на это. А за это то, что тебе дали какое-то право, ну, то, что ты раб, да, работу дали какие-то права, вот, за это ты платишь эти налоги. Налог за землю, налог за дорогу, налог за транспортное средство, налог за то, да, 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 еще за кожу, это за воздух, за то, что ты дышишь, за то, что ты ешь. Ну, так они придут и затребуют просто. Поэтому очень опасно, допустим, что приняли закон о регистре физических персон. Он, значит, его уже, и слово, как это будет, огласили, не опубликовали, а огласили, вестнисис.лв, он уже в прошлом году. А разница между лейкумой и вестнисис, это неплохо бы рассказать, потому что это интересно. Так, смотрим, значит, смотрите, лейкумой.лв. Прокатим, значит, страницу до самого низа, и там написано, что все, что публикуется на этой сайте, все несет только информативный характер. То есть это не закон? Ну, смотри, это, смотри, информативный характер, это то же самое, как, допустим, там, порно-журналы в киоске, или детские сказки. Это получается тогда закон? Это несет информацию. Это только несет информацию. И поэтому у них есть самих свой, этот, вестнисис.лв говорит, что это единственный правительственный сайт, где они кого-то публикуют. Но, смотрите, Сайм Ахпене, то есть Сайм принимает, и президент оглашает. Оглашает у нас еще на каком сайте, что оглашает, какие предложения? Ну, эссис.ком. Хотя бы, да. Да, это предложение, это всего лишь публичная аффекта. И акцепт суббает, то есть принятие этого предложения, это когда ты начинаешь выполнять требования. То есть это ты можешь, как публичная афферта, это предложение. Ты можешь принимать, и можешь не принимать. Потому что Латвийская республика, это публичная персона, скажем, на принципах публичного права. И там есть как раз и оглашенные принципы, значит, по какому принципу публичная персона заключает договор. Но теперь смотрите дальше, еще интереснее получается. А что такое публичное персона Латвийская республика? Это, оказывается, все учреждения, которые, ну, пекритые газы, ну, согласны, согласны, да? Значит, они между собой заключают договора. Вот этот союз вот этих учреждений, это и есть публичная республика. Учреждения. Ну, те, которые между собой заключают договор. И все. Поэтому пишутся правовые акты. Это их внутренние, эти правовые акты относятся только к тем, которые заключали договор. Но я не заключал. Значит, на себе нет, ну, почему ты должен выполнять требования, которые ты не заключал договор. И поэтому ты сам определяешься, ты делаешь свои документы и живешь как суверент. Берешь все свои права. Так они постучат в дверь и скажут, какой ты суверент, наш раб. А докажите, пожалуйста. Смотри, если ты правильно сумеешь сформулировать, вот это все, обосновать свой выбор, да? Свою, это так, да? Все в порядке. Потому что... А были прецеденты, не знаю, там в судах? Есть, значит, прецеденты. Ой, разные очень много. Но эту тему, если можно будет, если будет возможность, нам еще дадут, значит, в другой раз. Да, мы не можем все сразу сказать. Ты мне задал вопрос, на который я чувствую, что ты не ответила. Как определиться? Разница между веснысами и... Вот. Значит, а веснысис, точка, там есть герб. Лекомел, Ванит. И на веснысис написано, значит, что веснысис ЛВ, он координирует порядок этих законов на веснысис ЛВ. И если получается разногласие между веснысис ЛВ и веснысис ЛВ, приоритет иметь веснысис. Вот теперь самое интересное. Значит, еще на веснысис ЛВ с отверстами. В лекомел, в с отверстами есть, там есть и права человека, описано. Открываю веснысис, опс. Нету. Нету с отверстами. С отверстами есть, но нету этой части о правах человека. Ага. Заканчивается о суде, 86-я статья. Откройте сами. Насчет человека только вторая статья. И, между прочим, это и есть вообще-то суть, вся суть. То есть права человека на нас не распространяются? Нет. Вторая статья говорит, что суверенная власть принадлежит. Все. Надо осознать, что это просто принадлежит. Оно есть. Его только надо начинать использовать. То, что право тебе дано, так же, как водительские права, ты можешь их использовать, ты можешь не использовать. Да. Кстати, когда меня останавливает ГИБДД полицейский, он не спрашивает, какой я гражданин, а национальный товарищ водитель. Я тогда другой статус уже не... Это сразу другой статус, да. То есть смотри, значит, а то, что вот есть тебе права, это еще не значит, что кто-то начнет тебя на блюдечке подавать. Так, права надо начинать использовать, осуществлять. То есть огласить себя сувереном. И просто все. И требовать, значит, так, все. Я не сумею. Я отказываюсь от всех ранее данных, значит, соглашений. По умолчанию. Конклуденс. Это конкл... Не запомнишь, как на русском сказать. По конклуденс. Ну, похоже так звучит на русском, да. По умолчанию и по незнанию. Любые все соглашения, значит, я отзываю. Отзываю все свои подписи и это самое. И беру свои права в свои руки. Сам теперь определяю свои ресурсы. И, ну, там еще целый текст есть. И тогда в конце прошу, значит, сделать перерасчет, да. И вернуть все мои инвестиции, которые, значит, в течение такого-такого времени были, значит... Теперь им жизненным. Да. Или жизненным. Если публичная персона в Латвии Сербии, значит, она ответственна за эти 30 лет, да. Значит, в течение этих 30 лет... Ну, это же те же люди просто перевороты. Да, да. Да, да. Но. Тут опять игра слов. Они не имеют права, значит, если был СССР, значит, только СССР можно давать пенсии. Только то государство в каком-то работало. Поэтому сейчас пенсионеры, они не получают пенсию. Потому что пенсию дает только то государство. Другая организация. Да. Да, в чьих интересах ты работал. Так как ты сейчас живешь в другой организации, значит, тебе пенсию, значит, должны платить. А если ты уже в эти годы... Поэтому это не пенсия, это только название пенсии. Это просто социальное пособие. Поэтому оно и такое маленькое, что просто ты... Ну, был на грани. У нас осталось 4 минуты. Вот вопрос у меня. А если вот эта персона под названием государство включает все свое уголовное право? В Латвийской Республике, значит, она приняла, что на этой территории действует юрисдикция римского криминального международного суда. Ну, то есть мы вот не признаем, а оно начинает просто... Там, быстренько, быстренько. Значит, на westnessis.lv, правительственном сайте, нет закона о полиции. Нет закона административного, значит, ответственного кодекса. Нету закона о замес грамотных. Их нет. То есть теперь вопрос, а на каком основании вообще полиция работает? На каком основании идет оформление квартир, имущества? Нету закона. Инта, а в интернете где можно что-то посмотреть, почитать на тему сегодня оглашенную? Просто, значит, надо включать вот это то, что здесь заключен. И просто есть информация у Николая Боров, можно, значит, можно найти меня, значит, подучиться. И лучше всего, конечно, если есть группа, можем собираться, могу рассказывать, обучать, потому что этому надо учиться. Вся эта ложь и весь этот обман строится только на нашем незнании юрисдикции. Ну да. Интересно было. Спасибо, Инта. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся здесь в эфире, и я думаю, что будут вопросы от слушателей, и мы постараемся... Надеюсь, очень надеюсь. Спасибо, Инта. Спасибо, спасибо Эдрину Куте, и спасибо Инте, что были с нами, и спасибо, кто слушал, и до новых встреч, до свидания. Уже понедельник, в 6 часов вечера, как всегда, у нас будут интересные гости. До свидания, с вами был Ян Купыдин. Вау!